За последние три дня в Алматы совершено два нападения на сотрудников скорой помощи. В результате атак одному из медиков проломили череп кирпичом, а другому фельдшеру угрожали ножом. Работа вне отложки, как отмечают сами побитые врачи, становится опасной. Моя коллега Рамина Макаримова навестила пострадавших и узнала подробности жестоких нападений. В три часа ночи бригада медиков выехала в микрорайон Таугу для оказания помощи 29-летней женщине. По прибытии, когда врач осматривал пациентку, в комнату ворвался мужчина и начал избивать доктора кирпичом. За своего коллегу вступился фельдшер, но и тот попал под град жестоких ударов. После нападения хулиган скрылся. Помощь понадобилась уже медикам. 26-летнего фельдшера госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. За жизнь коллеги врачи боролись четыре часа. Пострадавший сейчас находится в коме. В городском ДВД уже сообщили, что личность нападавшего установлена. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. В настоящий момент данный факт зарегистрирован в Едином реестре судебного расследования по статье хулиганства. Возможно, в ходе самого производства будет и переквалификация. Причины и обстоятельства произошедшего также будут установлены в ходе расследования. Однако этот случай нападения на бригаду врачей не единичный. Двумя днями ранее пьяный мужчина напал на фельдшера прямо в карете скорой помощи и угрожал ножом. В итоге 24-летнюю девушку-медика госпитализировали с многочисленными ссадинами и переломом руки. Мы всего лишь выехали на вызов мужчины. После осмотра мы должны были отвезти его в наркодиспансер. Но в машине он просто начал избивать меня и угрожать ножом. Я отбивалась и выпрыгнула с автомобиля. Из-за участившихся случаев нападения медики со всех подстанций стихийно собрались на собрание и заявили, что уже боятся выезжать на вызовы. С начала года подобных случаев по линии скорой помощи было зафиксировано уже 18. Бригады неотложки со страхом выезжают на помощь и надеяться могут только на собственные силы. Если будем применять в виде регистратора, как в других странах применялось это, мы нарушаем закон врачебной тайны. Раз. Если мы будем применять какие-то средства индивидуальной защиты в виде травматического уроза или газового урона, это противоречит нашим принципам работы здравоохранения. Часто нападению и домогательством подвергаются женщины-врачи, посещая пациентов на дому. Нелетки случаи оскорбления, а некоторые натравляют на медиков собак. Но кроме как вызывать к сознанию граждан, врачам ничего не остается. Рамина Макримова, Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы.